Добрый день, Пинчер. У него хвост-то короткий даже. Там взяться-то не за что. Но есть хвостатые собаки, может быть, надежнее. Син Бернар, допустим. Он покрупнее, посильнее, и хвост у него поудобнее. Через тихий океан почему не поплывете? Нет, так. Ну, конечно, не поплывете, есть же разум. Но почему же жизнь строите на каких-то догадках? Это то же самое, что плыть через океан держится за хвост собаки, говорится. Ну, вот представьте, сколько людей в Алма-Ате живет. Все держатся за хвост собаки какой-то. А им кажется, что они идут в машине, им кажется, что они прогрессируют, когда включают сотовые телефоны, открывают свой компьютер. А на самом деле они за хвост собаки держатся и плывут через океан мироздания. Куда плывут, интересно? Даже никто не знает, куда. Собака ненадежный пловец, говорится, в ведах. Не лучший транспорт по воде, да и на суше тоже. Вот такой нелепый пример дают веды. Положение человека. И первое живое существо, которое получает знания от Бога, не человек. Не думать, что человек первый, главное существо. Нет, нет. Человек ничтожное существо в мироздании. Очень маленькое существо. Незначительное существо. Что мы можем сделать для мироздания с вами, скажите? Есть определенное количество пищи за свою жизнь. Мирозданию очень нужно, конечно. Не хватало нашего присутствия. Поругаться с соседями также. Мироздание просто ждало не дождалось нашего воплощения. С соседями ругаться, с женой разводиться или жениться заново. Да, мироздание запланировало, конечно, самые возвышенные цели для нас. Глупости все это. Это жизнь невежества. Так, не на высшем уровне, но первое живое существо, творящее существо, это Браама. Здесь Бхагавадгити. На 12-й странице описывает цепь духовных учителей. Не все. Ну, представьте, в науке тоже есть своя преемственность, конечно же. Архимед, Ньютон, потом Эйнштейн. Мы знаем какие-то основные личности, которые продвигали науку. Вот основные. Их, конечно, больше было, но мы, может быть, не знаем подробно так все это. Значит, здесь тоже. И гораздо больше. Но основных вот здесь насчитывается 32. До нынешнего Ачария Ишла Прабхупада. От Кришны через Браму, Нараду и Вьясу до Шилы Прабхупады. Авторитетная сампродай линия. Не разрывалась нигде. Мы можем проследить это более подробно в литературе. Как это знание передавалось от Господа Кришны, описывается в Шримадбхагаватам. Потому что когда Брама появился, саморожденное называется. Скажите, а первое живое существо, оно кто должно быть вообще? Кем? Микробом? Тогда как микроб становится более высокой формой жизни? Как он может это планировать вообще? Вот они говорят, от микроба одноклеточного, потом многоклеточный, потом высокорганизованная материя, потом водоплавающие, потом на сушу, и там они делятся на два вида. на птиц потом вверх летят птицы, и затем идут земноводные. Потом земноводная становится брундуком. То есть, если просто шерстью покрыть как-то там, ну, немножко косметики, не проблема. Можно выдать за млекопитающее. В конце концов, млекопитающее, оно приходит до состояния приматов, это уже обезьяны, обезьяна встает на задние ноги, и вот это уже, ну, это уже что-то, понимаете? Когда руки освобождаются у него, он становится человеком. У одного руки освобождаются, другому руки связывают человеку, чтобы он не распускал их. Так, правда, дала руки. Так они думают, так они думают, что вот одноклеточное живое существо когда-то и было первым во Вселенной, которое запланировало весь этот процесс, понимаете? От одноклеточного через брундука к человеку. Ну, шутка какая-то. Сейчас никто в нее не верит уже, в эту шутку. Даже дарвинисты сказали, как-то не верится во все это. Я с ними разговаривал. Они пользуются этой теорией, но как не верят в нее? Все интересно, что люди живут этой жизнью, но абсолютно не верят в эту жизнь. Избегают они того, что получат в неизбежном будущем. Странная жизнь как-то устроена. Для разума странно. Много противоречий, много необъяснимых вещей. Кто эти противоречия развеет? Есть ли смысл какой-то в этом всем? Что неужели это бессмыслица, высокоорганизованная материя, разум, вселенная, пространство, формы жизни? Неужели это все бессмысленно? А все? Смысла в жизни нет? Нет, виды говорят. Первое живое существо было самым разумным существом, которое могло планировать все остальные виды жизни и развитие во вселенной. Это великая личность была. Появляется в цветке лотоса. От кого еще? Если никого не было. За пределами мироздания находится Вишну, описывается в Ведах. Он возлит причинам океана. Так. Из его пупа растет стебель. Согласны с этим? Так написано. Я не могу по-другому рассказать. Если даже кто-то не верит, ничего не могу поделать с этим. Шастры говорят. Шастры говорят, что у этого Вишну он спит вообще. Весь этот мир, его сон, говорится. Великая иллюзия, великий сон, сновидение, но не наше сновидение, сновидение Бога. Вот он спит, и в его сне вырастает из пупа стебель лотоса. Не удивляйтесь, пожалуйста. Если он даже может из грязи вылезти, почему он может из пупа Вишну вылезти? Что он как бы семи всего живущего, говорится. Это изначально живая сила, все что угодно может из него произойти. Любая форма жизни, любой вид. Он есть источник всех форм жизни. Семи всего живущего, он говорит в Бхагавадгити, это Бог. Ну вот так. И вот в конце этого стебля отраскрывается лотос. Вы читали сказку Димович, поэтому ничего нового не говорю. Все это повторено уже в сказках, не знаю, как-то еще. Но принцип такой, что из этого цветка лотоса, который в себе содержит всю карму вселенной, сияющий, прекрасный лотос, и появляется первое живое существо. И первое, что он делает, это оглядывается по сторонам. Теперь заметьте, необычное существо. Когда оно оглядывается налево, появляется голова, которая смотрит налево. Когда смотрит направо, появляется голова, которая смотрит вправо. И когда смотрит назад, появляется четвертая голова, четырех главы Брама. Саморожденный. Он до какой-то степени управляет своей жизнью, то есть он совершенен. Максимально совершенное живое существо. Его мысли воплощаются, его слова воплощаются, его поступки воплощаются. Такая карма удивительная. Он почти что духовен. Духовен означает, все желания исполняются. Материально означает покрытие, сдерживающий фактор. Хотел бы, но не получается. Нет способностей, или обстоятельства не позволяют. Это материальная природа. Или невежество, сдерживающий фактор, покрывающий фактор. Но Брама, первое существо Вселенной, он имеет такое благочестие, такую чистоту, что желания его исполняются. И никого не требуется для исполнения желаний. Потому что исполняющий желания всех живых существ только один, говорится, Бог. Стоит ему только сказать, пусть будет так. И так и будет. И все получится. Но если он скажет, нет, так не будет, ничего, не пытайтесь даже что-то делать. Зачем вы делаете такие вещи? Кто не угодный Богу? Они только усугубляют наше страдание. Они лишь только обещают нам счастье, но никогда, никогда не приносят такого счастья. Несанкционированные действия. Нас преследует карма за такие поступки, наши греховные поступки. И она тянется за нами много жизней потом. А мы говорим, я буду счастлив, я строю планы, мне кажется, если я сделаю так. Брама создает уже другие живые существ, дальше проще. понять. Первое живое существо, трудно понять его появление, но дальше проще. Из тела Брамы появляются другие живые существа. Нарада, допустим, сын Господа Брамы. Много. Шива тоже появляется. Ману, проводитель людей, появляется. Праджапати, многие появляются. Они начинают уже заселять вселенную по указу Брамы. Дети Дакши, допустим, Харьяшвы. Он имел 10 тысяч сыновей. Дакша, Праджапати, не человек. Могущество. И не просто 10 тысяч, каких-то сыновей, великих сыновей. Аскезы совершают, великие знания передают, преемственность начинается. Чтобы род не угасал, нужна поддерживающая сила. Знания нужны. Сейчас род угасает по всему миру. Род угасает. Однополые браки сейчас вымещают. Все. Сода Магамора. Знание утрачено. Уходит знание. Уходит разум с этим. Уходит смысл. Остались только чувственные наслаждения. Язык, желудок, гениталии. Мы приближаемся к животной цивилизации. Все больше и больше высокоорганизованной. Рафинированной. Так Прабху Падху это называют. Рафинированная животная цивилизация, которая недобро относится к другим животным. К чужим животным. И в Ясаде Нарада передает в Ясе. В Ясе записывает веды. Сабхага Вадгита. Эта книга была записана в Ясе. Тогда зачем другие ачарии, скажите? В Ясе, Матхва, Падманапха, Нри Хари, Матхва, Акшобья, Джая Тирта, Гьяна Синдху, Дая Нитхи, Видя Нитхи, Раджендра, Джая Тхарма, Пурушоттама, Браманя Тирта, В Яса Тирта, Лакшми Патти, Матхавендра Пури, Ишвара Пури, Нитянанда, Адвайта Госпочитания, Рупа, Рагуна, Джива, Кришнадаст, Наратам, Вишванат, Баладев, Джаганат, Бхакти Винод, Гару Кишор, Бхакти Стан Срасвадзи, Аче Бхакви Натасвам Прабхупада, Кичай. Здесь как бы он последним номером. Прампара продолжается. Не волнуйтесь, не прерывается никогда. Она всегда существует. Поэтому существует пока род человеческий. Это знание поддержит. И кто-то сказал, из министров Америки, Прабхупадзи, что у вас планы, конечно, грандиозные. Гармонизировать общество, повлиять на всю культуру мира. Но преданная горстка какая-то незначительная. Общество. На самом деле горстка. Единицы какие-то. Сейчас больше, может быть. Но чистых преданных еще меньше. И он выразил это сомнение. В процентном отношении, ведь что это? Это несерьезно. Миллиарды людей, а сколько преданных? Их единицы просто в то время было. В процентном отношении Луна ничто сравнивает со звездами. Сколько звезд посчитаете? Не сочетаете. И в процентном отношении вообще ноль Луна. Но она важнее всех этих бесчисленных, бесполезных звезд, которые не рассеивают тьму. Как вы, говорит, вообще можете опираться на какие-то процентные соотношения? Вопрос с качественными. Одна Луна освещает все, говорит. Одна чистая личность, весь мир рассветит. Один Иисус Христос, один чистый преданный, говорит. Достаточно этого. В процентном отношении. Почему вы измеряете все математически? Почему вы измеряете все какими-то абстрактными единицами? Почему вы упускаете качественное составляющее? Одна чистая личность, достаточная, говорит. Которая может дать Кришну все достаточное. Уже есть парампара. Уже есть преемственность. Он уже все освещает. Не все будут кришнаитами. Нет, нет, нет. Но должна быть хотя бы одна личность по-настоящему чистой преданной. Это для блага мира необходимо. Так же, как солнце необходимо. Одно солнце. Но оно освещает всем свет дает. И невеждам, и преданным, и непреданным, и каким угодно. Солнце должно быть. Должно быть солнце в мире. Так же, что касается культуры, духовности, знания. Должно быть такое солнце, которое поддерживает нас людьми. Пусть все это высоко развитое, это не высоко развитое, но мы на пути человеческом должны находиться. Не на животном пути. Преданный обладает такой силой, говорится. Поэтому это парампора. Крайне необходимо, чтобы вышло в западный мир. Все очари молились до этого. Чтобы это знание вышло в западный мир. Потому что западный мир теряет все это. Он идет к разрушению. Хотя несусветно люди богатые, они хорошо организованы. С материальной точки зрения, но они становятся рафинированными животными. Пропадо бросил этот вызов. Прямо в Америку приехал. В самую богатую, развитую страну. Из Индии приехал тогда. В те годы Индия была нищей страной. Ничто в сравнении с Америкой. Пропадо бросил этот вызов. Прямо вы живете как животное. И люди стали слушать его. Иначе почему эта цивилизация, такая развитая, материальная, породила хиппи? Людей несчастнейших, неудовлетворенных. Потому что они лишены смысла жизни. Мы лишили их смысла жизни. Вы дали им деньги, вы дали им здания, небоскребы, машины. Машины. Пропадо был поражен машинами. Он так был удивлен, сколько машин в Америке. Говорит, ночью не нужно освещать, фонарик не нужно брать с собой на улицу. Машины все освещают. У каждого есть машина. Смысл? Смысл у каждого купить машину, сидеть в машине, ездить в машине. И у каждого, говорит, в комнате есть такой специальный ящик, в ключе в который можно узнать все, что происходит в мире. Откуда угодно. Вот ради чего они живут и трудятся. Что-то был такой ящик и была машина. Но если спросить, кто ты, они не знают. Мир сумасшедших. Пропадо бросил вызов, он сказал, что, как они тут живут. И он поехал просто из порта, из этого порта, куда он прибыл, на Джаладути. И в машине он поехал, его приняли. Семья индусов на какое-то время. Как неожиданного гостя. Незванного. И по дороге он увидел рекламу, щиты огромные там. Что там? Мальбора. Что там еще? Красотки какие-то полуголые. Интоксикации, мясоедение там рекламируется. Азартные игры. Сексуальные всякие фигуры. А Пропада приехал говорить противоположные вещи. Никакого мяса, никакого незаконного секса и так далее, и так далее, и так далее. А министр говорит один, а мне нравится секс. Пропаде говорит, лицо. Что тут плохого? Лидер общества говорит это. А мне нравится жить сексуальной жизнью. Мне так нравится. Это была уже Америка того времени. Нравится, значит, законно. Что? В какой главе Бхагавадгиты это соответствует позиции? В 16 главе Бхагавадгиты. Единственный закон у этих людей их собственное желание. Высший закон. Есть, конечно, законы Бога, но мое желание самое важное, самое ценное. Все основывается на вожделении. Нельзя, конечно, если сильно хочется, мы все равно добьемся этого. Мы поменяем законы даже Бога. Законы государства. Мы все будем трансформировать, менять. Как? Вожделение, желание, сила. И Бхагавадгита спросил, почему вы думаете, вот есть вражда между государствами? Вы, наверное, думаете, потому что есть Белый дом и Кремль. Бхагавад сказал, нет, потому что есть вожделение. Вот против чего пришел Бхагавадгита выступать. Единицы таких людей могут поддерживать чистоту в обществе, что другим будет стыдно. Что-то делать в его присутствии. Такая чистота будет. Он хотел, чтобы его последователи были вот такие... Он сам был таким чистым. Был таким чистым, что он мог повлиять на весь мир. Его чувства были связаны с Богом. Его речь была связана с Богом. Его разум был связан с Богом. Почитайте комментарии. Это не культ личности. Вы увидите сами все. Когда мы просто следуем за комментариями про Бхагавад, мы начинаем чувствовать свою связь с Богом. Как все просто. Когда есть тачария, когда есть учитель. Это милость Кришны говорит, что такой человек приходит. Конечно, многие приходили. Иисус Христос тоже приходил, но его распяли. Кому-то приходилось воевать, чтобы установить сознание Бога. Но Пархупад говорит, я пожилой человек. У меня нет денег, чтобы вас подкупить. И нет оружия, чтобы вам угрожать. Но как вы принимаете мое сознание Кришны, вот эту науку, эту Бхагаву Кришну, как вы принимаете? Он спросил учеников своих. Ученики подумали, действительно он прав. А почему мы принимаем, собственно говоря, то, что Пархупад говорит? Он нам не угрожает, не подкупает, никакой выгоды. Нам не сулит, он не платит за то, что мы что-то делаем. Мы сами хотим это делать. Действительно. А в чем секрет Пархупад? Он сказал, это Бхагтия, это любовь к Богу. Оно само распространяется. Оно само имеет семена. Этот цветок, этот плод имеет семена. Семена Бхагтии. А что Пархупад принес нам? Из семечка Бхагтии вырастает новая Бхагтия. Каждый, кто получил семечко от духовного учителя, он получает Бхагтии в итоге. Очень важно семя это получить. Но из другого семени Бхагтии не вырастет. Только от семени Бхагтии откуда? От ученической преемственности. Это ученическая преемственность. И о чем же сегодняшний стих 57? Я попытаюсь прочитать. Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне. Где гарантия успеха в нашей деятельности? Только Бог может гарантировать что-то. Никто другой. Ребенок рождается, родители говорят ему сразу же, будешь счастлив, у тебя будет семья, будешь дети. И ребенок глаза так... Говорит, да, как прекрасно все у меня будет. Ребенок не может спросить, мама и папа, а вы не гарантируете это, что так будет? Если бы он так спросил, он скажет, нет, мы не гарантируем, мы просто хотим, чтобы ты был счастливый. Что в жизни всякое бывает. Мы не можем дать никаких гарантий, невозможно. Но мы просто благословляем тебя, мы хотим, все наши желания за тобой, мы же тебя любим. Пожалуйста, будь счастливый. Если ты будешь нас слушать, будь счастливый. Потому что мы уже прожили жизнь, мы знаем, мы тебя убережем. Но даже в этом случае нет гарантий. Но такова жизнь, это не просто мы кого-то обвиняем. Люди-то несовершенны. При всем нашем добром, как бы, настроении друг к другу, мы не можем быть совершенны и оказать совершенную помощь. Но вот представьте, представьте, человек падает без сознания, что-то у него с сердцем, вот тут он просто упал, и что с ним делать? И пьяный за рта. Кто может помочь? Кто может? Кто может? Врач должен быть. Человек в знании может помочь. А если я не врач, я ничего не могу поделать. Я хочу, я не могу смотреть, как он страдает. Но я не могу, потому что нет знаний. Так что гарантировать может тот, кто знает. Если Бог знает, он говорит. Здесь, в этом стихе, он говорит. Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня. Вот что он говорит. Как и родители говорят. На меня, ребенок, сынок, полагайся, или дочь? Говорит, нет, на меня полагайся. И помни, что ты находишься под моей защитой. Вот она гарантия. Таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне. Вот она гарантия. Вот мы пытаемся с вами это делать, практиковать. То, что написано в Бхагавадгите, то, что пропадало в комментариях, он, кроме комментариев, дал еще книги специально для преданных. Бхагавадгита для широкого распространения, чтобы люди вообще познакомились с личностью Бога. Кто это такой вообще? Говорит, Кришнаи, ты Бог один. Это все наши названия. Кришнаиты, не Кришнаиты, мусульмане, христиане. Бог один. Называйте по-разному, но имейте в виду, что Бог один. Это все выдумки человеческие. Опять же, это калиюга, несовершенство, когда люди начинают противопострелять и враждовать друг с другом. Бог один, и религия тоже одна. Любой Богу высшая цель всех религий. Вот она гарантия. И так мы пытаемся с вами следовать. Пропадало много наставлений, даже практически. Когда вставать утром, как одеваться, как служить божеством, как это сделать, как установить Бога, для того, кто не видит его еще глазами. Как сделать видимым наше служение. Как принимать духовного учителя, как готовить пищу, как даже гулять, как общаться, куда ходить, куда не ходить. Он определил путь и сказал, гарантия. И мы с вами имеем опыт. И если мы следуем наставлениям Бхага-Вадгиты, мы получаем такую гарантию, мы всегда счастливы. Если мы в этот день следуем правилам предписания Бхага-Вадгиты, сегодня же мы уже счастливы. Не завтра, не послезавтра, не после смерти, не в раю, а здесь, сейчас. Потому что мы должны жить с Богом. Самый лучший способ жить с Богом думать о нем. Потому что вся жизнь протекает в уме человека. Через ум попадает все в сердце. Говорит всегда, думай обо мне. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ни предлагал, делай все для меня. Любая деятельность, как же это приношение мне делай. Я источник мира, он говорит. Потому что для меня это все делается на самом деле. Никто не знает, но это все для меня, для желудка делается. Пища в желудок кладется, не куда-то еще. Богу отдай все, что ты делаешь. Для Бога делай. Потому что я друг всех живых существ. Тот, кто распределяет эту энергию, заботится о каждом существе. И я хозяин, я владелец всего мира и источник блаженства и знаний. Но пища отправлена в желудок даром не пропадет. Она питает все тело, говорит. Он говорит, вот она бахти-йога, вот она совершенная йога, самая совершенная йога. Апи-чет, сарв, Апи-чет. Йоги нам в шестой главе последний стих. А? Йоги нам апи-сарвишам. Да из всех йогов кто самый совершенный? Тот кто? Думает обо мне. Все. Вся йога заключается в том, чтобы научиться думать о Кришне. Итак, Парупада, как представитель преемственности, он знает. Вывод шастер. Как думать о Кришне? Надежный способ. Шраванам, киртанам, шраванам, киртанам. Слушаем, повторяем, слушаем, автоматически запоминаем. Смаранам. Самый лучший способ помнить Кришну, это повторять его имена. Хареи, Кришна, Хареи, Кришна, 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 Хареи, 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 Рама, Хареи, Рама, Кришна, помним, Кришна проявляется сам. Это подобно тому, как если мы позовем кого-то по имени, он сам откликнется. Будет ответ. Это же очень просто. Позовите Кришну, он откликнется. Хареи, Кришна, я тебя так жду, но по-настоящему нужно это сделать. Не ради игрушки. Если кого-то зовут Васи, я не могу играть, просто баловаться у него. Вася, 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 Он обидится. Будет противоположный эффект. Или просто сказать, Вася, да, да, я не к тебе. Тоже будет неприятно. Но если вы на самом деле говорите, Вася, 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 я вас зову, Василий, он откликнется, по-настоящему, он подойдет, скажет, что, что случилось, что-то нужно помочь? Я люблю Васи, Вася. От всего сердца. Он говорит, правда, я вас тоже люблю. Он так ответит. Если вы на самом деле любите его, он говорит, я точно так же отвечу вам, потому что я не завидую ни одному живому существу. Я отец всех живых существ. Если ребенок скажет, отец, я тебя люблю, конечно, я тебя тоже люблю. Это же очень просто. Бхаги йога, это так просто, но представьте, тут мистическая йога еще дается в Бхагавадгите. Когда человек должен своими силами это достичь, это так трудно. Арджуна отказался от той йоги. Сейчас люди принимают такие пути, сложные, такие суровые вещи и превратили просто все в какие-то клубы. Мне можно просто немножко растянуть мышцы, связки и поспать, медитаться. Даже это здоровье помогает. Видите, как благотворная йога. Но цель йоги – думать о Кришне. Смысл йоги – думать о Кришне, познать Бога в собственном сердце и стать добрым ко всем живым существам. Совершить великое служение по отношению к миру, к живым существам, к Богу говорится, это все, богоугодные дела, вот он закон высший, вот она цивилизация, вот она гарантия. Однако, путь истины нелегок, потому что мы в мире лжи находимся. Сложное не может существовать без простого, а простое может существовать без сложного. Душа – самое простое, что может быть. Просто существует и все. И она вечна. Вот и все. Но на этой простоте столько сейчас сложного сделали, но можно и без этого обойтись. просто познать душу нужно. Себя нужно познать. Все так просто. Себя познать нужно. Все. Не нужно изучать все эти вот так много всего-всего-всего-всего. Можете не изучать, можете познать себя. Этого достаточно будет. Потому что простое легко существует без сложного, а сложное без простого не существует. Вся это сложное нагромождение вот этой кармы, вот этот гун природы, вот этого материального существования, не разобраться уже, основано на простоте. Я есть частичка Бога и Его вечный слуга. Все. Все знания в этом. Но поскольку никогда человек не согласится с этим обусловленным, нужно сложный процесс. Уйди в единенное место. Посели траву куша. Корнями на запад, стеблями на восток. Покрой линией шкурой сверху. Все они должны быть не слишком низким, не слишком высоким. В единенное место, туда никто должен приходить. И должен сесть лицом на запад. Если я не ошибаюсь. На север. Конечно, ошибаюсь. Я никогда этого не делал просто. Должен сесть в позу лотоса, выпрямить позвоночник и полгода не дышать, начать йогу. Потом Кришндаст расскажет, как это сделать. И затем нужно поднять жизненный воздух до межбровья, если вы найдете его. Нужно еще разобраться, где этот воздух и почему туда обычно воздух снизу уходит весь. У человека очень сложные мысли. Все запутано для него. Нужно много разъяснять. Сейчас только на образование уйдет несколько, десяток лет, наверное, что такое йога вообще вот это. На санскрит уже поздно всем заниматься. Двенадцать лет только на грамматику. То есть представьте. Колоссальное усилие нужно. Колоссальное усилие. И потом нужно поднять межбровья, задержать здесь жизненный воздух, представьте, что нужно решить, куда пойдете. Снова домой вернетесь? На работу. Или на брамалоку отправитесь. Там же нас с одной стороны ждет, дети. А с другой стороны брамалока, сатя лока, высшая планета Вселенной. Что выберете? Йог не должен быть привязан. Не должно быть сексуальных никаких наклонностей. Представьте себе, какая подготовка. Яма не яма называется. Иначе йога провалится вся. Он выйдет на старт космического этого путешествия, а сам к жене сбежит потом. Да, да, да. Это невозможно даже представить, как это сейчас осуществить. Через межбровья пойти на брамалоку. Без космического корабля решится, понимаете. Говорится, и гарантий нет при этом, что достигнете брамалоки. Потому что там много еще по пути интересного. Там Майя вас встретит. Там еще другие свысшие планеты. Там всякие живые существа привлекательные. Не такой простой путь. При этом вы должны сесть на пятку, чтобы закрыть это отверстие. Потому что может вырваться оттуда все. Все-таки. Закрыть другие отверстия, как язык разрезать нужно до основания вдоль. И двумя половинами языка закрыть ноздри нужно. Еще. Сейчас не будем делать. Потом. При этом вы сидите уже годами. У вас такие ногти метровые там. Волосы. У вас кожа и кости остаются. То есть никто не подойдет близко, потому что страх жуткий вызывает это все. Даже тигр обходит стороной это место, говорится. Такая привлекательная йога, понимаете? И с этим, когда вы все это заткнули хорошо, вы чувствуете такое напряжение, что тело разорвет на части. Это сила жизненная уже ваша там не умещается, потому что такой теджес, такая аскеза, вы столько накопили энергии. И вы уже осознаете, что вы не это тело, вы это тело используете просто для того, чтобы оттолкнуться от него. На старт. Оно сгорает, сгорает все в мессийском огне. Останков йогов вы не найдете даже костей. Пепел найдете, может быть. И на Брамолоку. А там что? Абрама, Буманал, Лука, Пунара, Варти, Наджи. Там то же самое. Просто на более высоком уровне. Высшая планета. А там что делать? Там тоже есть чем заняться, но если вы не развили преданного служения в этой жизни, то там будет трудно что-то сделать. Только наслаждаться останется. То есть земной уровень. Очень важно, что здесь настолько сбалансирована наша жизнь, что аскеза в перемешку идет счастье и несчастье. Здесь мы получаем гигантский опыт за несколько десятков всего лет жизни. Можем понять, что жизнь — это бессмыслица материальная. Тогда как на высшей планете. Боже мой, очень хорошо. Брама живет 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Его окружает почти бессмертная душа. Но все же там такая чистота. И все же там есть скорбь. Они смотрят вниз с брамологии и видят, сколько страданий, океан и слез. И туда они достучатся. Если даже что-то скажете, никто не поймет, что вы говорите. Что это великие души. Они не могут быть счастливы в материальной среде. Теперь среди чумы, не для них. Даже там есть своя скорбь, говорится. Такой сложный процесс. Такой трудный процесс. Ради одного человека только. Не легче ли повторять все вместе? Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи, Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, Хареи Рама, Хареи Рама. Этот мир становится не хуже Вайкунхи Пропадхи Пропадхи. Согласно Бхагаваддите. Можем одухотворить свою деятельность. Очистить ее полностью. Даже находясь в материальном теле, можно обрести трансцендентное счастье, говорится. Жить в экстазе блаженства, служения. Чисто, без всякого насилия. Это возможно только в сознании Кришны сделать. В сознании Бога. Даже пищу, когда мы поедаем, без сознания Бога, источник греха. Грех едим, говорится. Но когда пищу предлагаем Богу, чистая пища, преданный может жить духовно, чисто, полностью. Не создавая никакой новой кармы и терпит ту карму, которая есть в запасе. Он может терпеть все это, потому что наполнен счастьем преданного служения. Он может даже не заметить этих тревог. Матрас, паршавш, тукаун, твияш, и тошно, сука, нука, да, да. И счастье и несчастье будут тревожить. Но как терпи? Терпи так, чтобы ты не замечал даже. Ты займись духовной деятельностью. Ты душа. Надеюсь, Бхага Водите, Кришны, сражайся, ты к шатре, но ты помни обо мне. Ты душа. Сражайся как душа. А душа не может убить или быть убитой. Ты в другом сознании это будешь делать. Ты никогда не получишь греховных реакций из-за своего убийства. Потому что ты воин. И ты покажешь пример чести и долга. Ты не убийца. Ты воин Бога. Это другое. Сейчас, конечно, это сложная тема, что воин Бога касается. Каждый может подумать, я воин Бога, я прочитал Бхагавадьи тут. Нет, нет, нет. Слушайте духовного учителя. Сейчас духовный воин это тот, кто не оружие применяет, смертоносное, а разрушает невежество в умах людей. Стань, гуру, сказал Господь Читания. Вот сейчас, что такое духовный воин. Гуру Гая. Каждый гуру, кто знает науку о Кришне, этого достаточно. Вы становитесь духовным учителем. Это несложно. Если утверждаемся в практике и просто говорим простые вещи людям, простые вещи, соблюдайте регулирующие принципы, повторяйте Хари Кришна мантру, вы встаньте совершенно в этой жизни. Если будете избегать оскорблений, если будете искренне практиковать, в этой жизни вы достигаете совершенства очень быстро. Не через тысячи лет. Не через сто воплощений. Десять, пятнадцать лет практики. Ничто. В связи с теми жизнями, которые мы прожили уже. Боже мой, сколько мы уже всего пережили, сколько смертей и рождений пережили в прошлом, как душа. Сейчас век Кали дается такое великое благословение, что просто воспевая святыми на Бога можно обрести совершенство. Просто. Простым способом Хари Арнама, Хари Арнама, Хари Арнама, и вакевалам. И век Кали имеет такое преимущество. А штангу, йогу сейчас никто не должен практиковать. Мы не успеем это сделать. Да никто даже не рискнет такую практику суровую выполнять. И век Кали люди слишком привязаны к телу. Но петь, танцевать все готовы. И пиры принимать. Вот это наш путь. Путь милости, путь радости, путь счастья. Сразу мы повторяем имена. Сразу помните о Кришне. Сразу дается это настроение. Помните о Кришне. Как? Я вообще никогда о Кришне не слышал. Кто такой Кришна? Скажи Харе Кришне. Все. И ты сам поймешь, что это такое. И вот вы уже танцуете. Через пару дней вы уже танцуете. Уже без ума от Кришны. Как же? Вы же казах. Погодите, что вы делаете? Почему здесь Кришна? Он же индус. А вы знаете, что ответите? Бог не индус и не казах. И я душа. Не индус и не казах. Я просто люблю Бога. Люблю Кришну и все. Это моя вечная природа. Любить, знать, жить вечно с Ним, играть, танцевать с Ним, общаться с Ним, никогда не умирать. Он мой друг, который никогда меня не предаст. Он мой ребенок, который никогда не умрет. Он надежный защитник. Никогда меня не оставит. В моем сердце находится. Вот такой Бог. Все это могут ответить. Которые читали Богородида. Каждый человек. Наделяется полночным. Господь читает, сказал, сей, гуру, гая, ты стал гуру. Потому что ты воспеваешь Кришну, личность Бога. Никто не знает об этом. Сейчас самый дефицит знания в том, что люди обезличиваются сами, потеряв понимание личности Бога. Человек, человек стал бессмысленно дешевый. Все больше и больше. До собачьего уровня просто. А ведь это такой великий дар быть человеком. Пропада дал нам эти знания. И он просил нас, распространяйте эти знания. Это изменит весь мир. Душа обязательно пробудется. Обязательно пробудется. Она не может долго находиться в иллюзии, она страдает в иллюзии. У нее есть потребности, которые во сне иллюзии невозможно воплотить. Как рыба без воды, она будет страдать обязательно, потому что она должна жить в воде. Мы должны находиться в духовной среде. Сколько мы можем тешить надежду на счастье первые 20-30 лет? А потом приходят сомнения. В плане здоровья, отношений, ошибок уже. 50 лет мы точно уже знаем, что время мое ушло. 80 лет – это тяжелое состояние. То есть, кто-то доживает до 80 лет в Кали-Югу с таким опытом ошибок, с таким опытом обид, бесполезности своей жизни. Каждый заканчивает трагически ту жизнь. Душа. Зло в рождении и смерти – это зло. Мы не должны смиряться с этим поражением, со старостью и смертью. Должны победить их. Должны вспомнить, что и вечная душа. Мы бессмертны. Это тоже написано в Бхагавадите. Это тоже утверждают все ачария реализованные, которые достигли этого сознания Кришны. Развили свое счастье. Счастье – это вообще не понятие какого-то материального мира. Его здесь нет. Любая идея счастья, она духовна по своей природе. Только куда мы ее прикладываем в ненужное место? Зачем же мы счастье ищем в материальной среде? Мире рождения и смерти. Нет его здесь. Но есть частичка счастья. Мы себя должны найти. Видите, как все просто? Когда есть ачария, когда есть Бхагавадгита, когда есть комментарии. Хотя комментарии мы еще не прочитали. Тот, кто действует в сознании Кришны, никогда не ведет себя так, словно является хозяином мира. Вот этого предложения достаточно. Никогда себя так не ведет, что он хозяин мира. Подобно слуге, преданный должен всегда действовать, исполняя волю Верховного Господа. Слуга никогда не действует по собственному усмотрению. Он делает только то, что велит ему Господин. Слуга, исполняющий приказы Высшего Господина, не радуется приобретением и не скорбит о потерях. Например, мы строим дом. Нанимаемся. Есть хозяин. У него есть материал, есть деньги. Он плачет на наш труд, дает материал. Но построив дом, можем ли мы завить права на этот дом? Я же его строил. Вот, видите? Я строил этот дом, и он не мой? Это скорбно очень, понимаете? Предскорбная ситуация. Я столько строил, я построил, а теперь это не мой дом. Непонятный пример. Хорошо. Я накопил кучу денег. И теперь это деньги не мои? Очень предскорбная ситуация. Вот это уже ясный пример. Ситуация очень предскорбная, понимаете? Если накопил большие деньги, и мне говорят, не твои деньги, все принадлежит Богу. О, как это пережить? Бог мой враг, все отбирает у меня. Куда вы эти деньги используете, скажите? Умрете на этих деньгах, и все. Отдайте их Богу. Не проиграете. Пропадает, например, ребенка, несмышленого ребенка, который находит на улице тысячу долларов. Бывает одной купюре тысячу долларов? Бывает. Есть, видите? В моем примере есть. Может, у вас нет? В моем примере есть тысяча долларов одной купюрой. Ну, Дрованат подтвердил. Если что, к нему обращайтесь. Я не знаю. Он находит тысячу долларов, он понимает, что это деньги, идет покупать мороженое. Дядя, дайте мне порцию мороженого. Этого хватит? Он говорит, о-о-о, хватит. На две порции даже хватит. Вот что происходит в этом мире. Вот что происходит. Моя жизнь дорого стоит, понимаете? А я иду покупать порцию чувственных наслаждений. Двойную. Сумасшествую. Не лучше ли этому ребенку отдать эту тысячу долларов отцу? Ненадежнее ли это? А уж отец-то знает, как использовать это на благо ребенка. Наилучшим способом. Итак, все, что мы делаем ради Всевышнего, это поистине станет социальным. Все, что мы делаем для себя в невежестве, бесполезно. Ведь человек даже не знает, что он душа, что он может сделать для себя хорошего. Он даже не знает, что он душа, что он просит вообще. Он просит какое-то количество денег всего лишь навсего, и какое-то количество здоровья, чтобы немножко отодвинуть огонь и у смерти. Он даже и вечности попросить не может. У него не хватает мозгов. Он не верит в вечность. Он не верит в душу. Что он ценного поросит для себя, скажите? Ну, если построить хороший свинарник, жить можно. Сейчас такие свинарники, что, знаете, западный свинарник, это так люди в России не живут. Факт. По первому требованию все желания исполняются. Совокупление вовремя, пища вовремя, высшего качества, радости, веселья. Все автоматически обеспечивается, каждый поросенок. Только одно «но». Потом его зарежут. Когда вес накопят, а вес, он нужен, хорошее настроение, хорошая пища, партнеры, дружба, любовь, все есть. Только в конце зарежут. Хороший свинарник. Бывают, свинарники не очень комфортные. Не хватает благочестия. Есть русский свинарник и, скажем, американский свинарник. Есть разница. Европейский свинарник все-таки, как-никак, там есть благочестие. Но суть та же самая. Люди живут, не понимая смысла жизни, не понимая конечной цели жизни, ничего не знают об этом. Кришна вкладывает смысл. И что же является смыслом жизни у человека, о котором он не знает? Кришна. Скажите, ну почему Кришна? А что вы спорите? Вы же не знаете. Почему так сразу против Кришны? Все было нормально. Но когда вы сказали, Кришна, вы против. Почему так? Вы даже не знаете Кришну. И уже против. Значит, вы знаете. Выдогает, что Кришна хозяин мира. А вот это проблема. Я должен быть хозяин мира. Вот вы соперничаете. Вот где проблема. Вот где бес сидит. Видите? Если мы говорим, личность Бога, вот тут проблема. Ему все принадлежит. Понимаете? Личности нет. Все это ничье. Тут конкуренция. Я вот играю в эту конкуренцию. И так добьюсь чего-то. Я тут смогу победить. Врагов. Есть шанс. Но если есть Верховный Личность Бога, шансов нет. Ни у кого. Понимаете, Кришнаиды, знаете. Будьте осторожны. Не ходите к Кришнаидам. Конечно, когда у вас уже совсем все плохо, то это поможет. Но обратно уже не вернетесь. Так они говорят. Но пока все хорошо. Не ходите к Кришнаидам. Значит, обесцениться все ваше материальное образование, все ваши материальные представления, все ваши материальные планы. Одна гопия говорит другу гопию на берегу Емуны. Там флейта. Слышится Кришна, знаете, и у них их будоражит просто. Их просто одного звука будоражит, потому что это према. Это та изначальная любовь, всепоглощающая любовь к Богу. Вот этот стимул Кришна зовет флейтой. Эта флейта, она творит все миры. И тут гопия слышит флейту, у Емуны, и одна говорит другой. Дорогая подруга, если ты хочешь материального процветания, материального счастья, не ходи на этот звук туда. Если ты увидишь ту форму Кришны, следишь его украшения, его улыбку, ты забудешь обо всем. Ты даже про себя мир свой забудешь. Не ходи туда. Так построена эта фраза. Так построена, что, наоборот, хочется посмотреть, что же там такое. Что я все забуду, потому что мы хотим все это забыть, все эти проблемы, понимаете. Думаете, мы нашли тут свое счастье, в семье мы нашли свою проблему. Счастье означает, что мы должны перенести туда Кришну. Тогда, пожалуйста, живите счастливо и в семье. И в этом мире, говорится, можно жить счастливо, если принести в него Кришну. Но без Кришны это глупость какая-то. В таком невежестве принимать решения, исследовать своим решением, это все равно что ли свинарники хорошим. Предназначено на убой. Предназначено на убой. Бессмыслица. Животное существование. Но как только приносите Кришну, все освещается. Это как солнце, говорится. Это частичка вспыхивает рядом с огнем, искра духовная, она вспыхивает всей своей энергией, всей своей душой. Садчатанана, она вспоминает, кто она, кто такой Бог. Она становится свободной, ни от чего независимой, бесстрашной. Это жизнь с личностью Бога. Он дает гарантии. Будешь под моей защитой. Я тебя защищу от всех. Даже если ты грех совершишь, я тебя все равно защищу. Если ты мой преданный, если ты служишь мне, твои ошибки все будут исправлены. Мною, он говорит. Я лично тебя защищу. Не нужно никаких других методов, никаких других процессов, сложных. Просто я тебя защищу. Ничего не бойся, ма-жу-джа. Это ма-га-вод-гид. Это не религия, прупа сказал. Это санатана-тарма. Это вечная деятельность души. Религия-то идея веры. Она может появиться, может исчезнуть. А вечная функция души не исчезает никогда. Это служение. Я слуга. Я всегда. Не хотите Кришне служить, будете служить кому-то другому. Служение нельзя устранить из нашего существования, потому что я душа. Я слуга. Тогда я буду служить семье или стране или своим чувствам. Тогда я буду что-то другое делать. Но я слуга Кришны изначально. Я душа. Я воплотился в этом теле, чтобы вспомнить Кришну. В человеческом теле есть шанс Атхата, Брама, Джугису. Спросить и вспомнить об этом. Так же, если мы что-то забыли, куда идти, мы просто обращаемся к людям, кто знает, как пройти такая-такая улица, где я. Он просто показывает то же самое. Кто я? Я душа. Если мы получаем это знание саморизованной души, мы воспоминаем себя. Да, так это мое. Блаженство, вечное знание, так это мое. Любовь к Богу, так это мое. Мое, мое. Я тоже хочу этого. Это наше все. Наше, наше, наше. Это Бабхавадгита. И преданное увидели, что круглый год распространяя эти книги Пабхавады, Пабхавады был очень счастлив, когда книги распространялись. Что же ученые заинтересовались, институты заинтересовались, то есть люди стали интересоваться этой наукой. Потому что это Бактии, комментарии Бактии, как только Пабхавада стал комментировать эти книги, стали появляться преданные. Как она есть? Много других комментариев ни одного преданного, ни одного последователя. Потому что нет Бхактии. И Прупада, как совершенный йог, вложил Бхакти в свои комментарии. Это работает, это семя распространяется, оно прорастает. То есть появляются преданные во всех частях света сейчас. На 50 языках мира эта книга распространяется. Сейчас уже больше. И они заметили одну вещь, что самое удобное время для распространения, массового распространения, это предновогодние дни. Люди все очень добрые друг к другу. Становятся перед таким праздником, желают друг другу счастья. Автоматически это настроение у всех повышается. И вот они этот месяц, декабрьский марафон Праупада, назвали марафон Шрилы Праупада. Пробовали проводить летом такие марафоны, такого результата нет. Вот зимний марафон именно. Декабрьские месяцы есть вот здесь, в Алма-Ате. Декабрь не очень суровое время бывает. Несколько дней бывает морозных и все. А вот в России, в Сибири, там очень холодно и преданно распространяют. Экстази. Одна преданная, когда я вышла, на улицу 20 градусов мороза. Думаю, ну все, час-два я больше не выдержу. Весь день забыла о холоде. Матрас, парша, стукан, это я, что точно, сука. Ну, когда она просто была так поглощена, забыла про холод. Это йога. Йога означает, что вы больше не подвержены влияние ни холода, ни жары, ни плохого, ни хорошего. Вот мы такие йоги. Можем выйти на улицу. В декабрь месяце распространять гниги. Одна женщина надевала такую шубу до пят. Это, знаете, там нягонь какая-нибудь, там север Тюменской области. О, я там был. Ужас, ужас, ужас. Больше не поет никогда. Для моего тела это невыносимо. Ну, холод жуткий просто. Как удар, знаете, холод как удар. Буф, и все, и не знаете, парализует. Мы бегали там от подъезда к подъезду, от лавки к лавке, от сапожной мастерской в другой мастерской, чтобы просто куда-то войти и там показывать книги. Люди там очень интересные. Вот эта женщина одевала такую шубу, на остановку становилась на полдня. Вот такая шуба такая была, огромная такая толстая шуба у нее была. И она вот да, 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 прям до снега. Перед ней, значит, упаковки книг. Перед ней расставляли на остановке, на автобусные. И она говорила простые вещи людям. Она говорила, покупайте эти книги, иначе будете жить как животные. Люди все останавливались, когда услышали это. Почему как животные? А вот прочитайте и узнаете, почему. Вообще ничего не знаете. Вы же живете, ничего не знаете, да? Что за жизнь? Вы же не знаете ничего. Прочитайте эти книги, и будете жить как животные. а иначе как животные будете жить. Люди, интересно, что за книги, что я не буду жить как животные, и что я уже животное. И там, поскольку некогда на холоде долго листать, они покупают. Они сразу покупают, чтобы домой прийти посмотреть. И она распространяла просто десятками за день 100-200 книг, просто одна фраза. Или иначе будете животными. И люди чувствовали к ней доверие, потому что от нее исходила эта энергия, бахти. Потому что у нее хорошая садана, у нее 16 кругов, у нее регулирующий принцип, у нее чистота. А она говорит спокойно, и люди думают, что-то в этом есть. Мы зашли в золотую лавку, помню, как-то там золото в этой нягоне. Холодно, мне уже все равно золотом или что. От холода уже все. Трансцендентный вид уже. Уже просто снимаю обувь, сажусь на пол, ноги к батарее. А там хозяйка, красная такая, бархат, золотые украшения висят, и она такая же, такой шиньон. Такое платье, все тоже в золоте, ну как представитель этой лавки, что ли. Такая красивая, такая солидная, вся в золоте, в общем. На нас смотрит. А мы тут какие-то тележки, какие-то книги, покупайте книги о Боге. Она говорит, а кто такой Бог? А мы молодые, она такая смотрит на молодежь. Кто такой Бог вообще? Я говорю, живое существо. Она так удивилась. У нее глаза изменились, шиньон какой-то покосился. Как-то вся эта парча, как-то стало незначительным, золото. Живое существо, Бог. А мой напарник говорит, вы это поймете, когда откажете от мяса, от интоксикации, когда перестанете заниматься сексом, играть в азартные игры. Она, ух ты какой. А ну-ка дай мне сюда все твои книги. Я их пойду сейчас распространю. Пошла распространять куда-то книги. Весь комплект распространила. Потом себе еще взяла. Ой, потрясающие истории были вообще. Невероятные истории. Что касается книг, такие игры разворачиваются. То есть иногда вы не знаете, что сказать вообще. Вот люди ходят, все там то холодно, кто спешит, ну как их остановишь? Просто делаете попытку, и тут начинается какая-то лила. Невероятная. Одна женщина приходила в супермаркет какой-нибудь там северный. Сразу к директору. Она экстрасенса там немножко полечит, руками что-то поговорит над ним. Книги покажет, подарит. Говорит, можно у вас в магазине пораспространять? Ну, конечно, иди там вот распространяй. Ну, подружиться с ним. Она выходит туда, уже у нее есть, значит, санкции директора. Ставит столик, раскладывает все смело. Там покупатели, продавцы, народ. И она начинает говорить громко, вот как я в микрофон. Она без микрофона так озвучила зал. Такой большой супермаркет. И кричала, нет другого пути, нет другого пути, кроме как прочитать эти книги. Она плохо знала философию, но слышала, что нет другого пути. Иногда громко кричала Харе Кришна мантру. Вот. И интересная, интересная картина, потом разобрать. Она вот минут 10, где-то 5-10 минут она что-то говорит коротко. И люди просто не смотрят никуда, просто делают свои дела, покупают, там торгуют, вот как будто ничего не происходит. Мы наблюдаем. Потому что она распространяла сотни книг на мартфоне каждый день. И вот у нее уже эти упаковки стоят, она уже рельсу сказала. Вот. И люди так вот проходят через ее лавочку, так вот книги просто смотрят и уходят. Потом возвращаются и раскупают. я не знаю, как это не получилось. Один Бхакти Вабхава Махраш рассказывал, как он тоже пытался учиться у предан с анкиртами распространять. Это я вышел на улицу понаблюдать, как они это делают. Мастера такие, знаете, есть. Потому что книги вот так вот улетают у них, улетают, деньги обратно сыпятся. Он смотрит, значит, один предан одевается, значит, такие джинсы. Притали на такая футболка в обтяжку, такие плечи у него, мускулы, такой рост, вообще красавец такой. Вот он выходит, такой на голову выше всех толпы. И, значит, книги, если в этой руке пачка книг, он смотрит и так вот глазами вылавливает и говорит. И человек теряет волю, так и подходит к нему, дает ему книгу, то дает деньги, он показывает деньги, ничего не говорит вообще. И уходит до следующего. Раз из толпы. И так распространяет. Говорит, я тоже встал. Махараж говорит, смотреть на людей, раз у него получается, почему у меня не получится. Смотрит на людей, кого-то поймал, говорит, и так, раз его, так себе. И тот показал, так, и ты ушел. У меня, говорит, этот номер не прошел, другая природа, другая фактура, все по-другому. То есть нужно именно следовать своей природе. Другой толстый, толстый, приятно там бегал по улице, тоже большой, толстый, он с людьми сразу в охапку брал кого-нибудь, кто там попадется, и на животе бросал вот так вот. И человек вот так на животе начинал смеяться сильно, и покупал книгу, уходил. Я, говорит, не пытался это делать, как он, говорит, ну, то есть у каждого есть своя природа, своя фактура, как бы, своя внешность, свое настроение. Вот эта природа используется, чудеса творятся. То есть ничего сложного в этом нет, кроме того, что мы должны немножко не обуславливаться, когда выходим на улицу, забыть, как бы, свои представления о людях, потому что это все чужие люди, правда же, чужие, непонятные, замкнутые, мы привыкли к этому, что люди просто уснуют по всему городу, никому не нужно, а тут мы должны контакт установить, через Кришну это возможно. И вы начинаете чувствовать, что люди не чужие, через час анкисты начинаете видеть душу. Мы все из одной семьи. Вся мая растворяется. Вообще, марафон, что касается марафона, целый месяц распространения, когда вы думаете о книгах, это очень сильное ощущение. Могущественно. Конечно, в марафоне можно по-разному участвовать. Можно выйти на улице распространить, можно соседям распространить, можно на работе распространить, можно выкупить кому-то, раздарить, по-разному. Так или иначе, распространяем книги правопады. Это мы задаем декабрьского марафона. И Новый год у нас праздник. Большой праздник, поскольку есть отчет Сан-Киртана, это количество книг, мы показываем, что мы сделали в этом году, что было в прошлом году, как это получилось, истории различные будут нектарные. Но это возможность передаться Кришне. Я тоже распространяю книги в марафон, обычно через лекции, через какие-то программы книги распространяем. Я приехал в Тюмень, по-моему, какой-то марафон не так давно. Меня там сделали чемпионом. Первое место занял там у них про распространение книг. На какой-то программе распространение нескольких сот книг. Они организовали, все сделали, конечно, все продали. Я лекцию просто дал. Они мне все записали, вот и грамоту мне сделали. Эта грамота у меня хранится дома. Я первое место в Тюменье занял. Так что, видите, я тоже чемпион. Самый большой чемпион в Индии это Гопал Кишин Гасвами. Как он книги распространяет, уму не постижима. Тон на книгу уходит. У него есть богатые члены, там, свободные члены Искон. Они выкупают книги, много книг, потом их раздают на предприятиях, они находят методы. То есть, огромное количество книг распространяет. И мой гуру Махарач тоже. Ему Прабхупада сказал каждый месяц распространять сто тысяч книг Прабхупада. Он это делает. У него только учеников там пятьдесят тысяч. Поэтому это не сложно, не так сложно, как кажется для такой фигуры духовной. Он очень могущественный. В Индии эту Бхагавадгиту оценило правительство по достоинству именно Прабхупаду. Бескомпромиссное, как бы, чистое знание. Как основа, как фундамент необходима. Конечно, каждый выбирает сам здесь ценности, но это очень чистые комментарии Бхакти, чистого преда. Представляют Сугуру Парампору от Кришны, Брамы, Вьясы, Нарада и так далее. Все там вложено в эти комментарии. Ну что ж, может быть, Харабхупада что-то скажет по поводу марафона, несколько слов предстоящего. я думаю, не могу есть что сказать. Реальная история, как один человек стал преданным благодаря книгам Шилы Прабхупады. он решил прервать свою жизнь или покончить жизнь самоубийством. Это было на Западе. Он не смог преодолеть трудности, которые стали перед ним, как, впрочем, очень многими людьми случается такое. Иногда кажется совсем неразрешимой проблемой, и тогда люди думают, выходом является просто вот прервать к сожалению. Особенно сейчас может быть очень много таких случаев, особенно среди молодежи. также я вчера читал с преданными один стих из Бхагавадгиты, где Кришна говорит, что мои неотделимые частицы Мама Ивангша Джива Локи Джива Бутта Санатана Вечные Санатана Отвернувшись от меня, придя в этот материальный мир, ведут тяжелую борьбу шестью чувствами, один из которых ум, чувство и ум. И вот этот человек припарковался в машине, это было зимой, по-моему, и он как-то выхлопные газы провел внутрь салона. И он завел машину, закрыл окна в ожидании. У него были тяжелые ситуации, депрессии, и он, значит, сидел в ожидании. Я так понимаю, что вот эти выхлопные газы, они действуют таким образом, что человек засыпает и сердце останавливается. И вдруг, это было ночью, сидит в машине, заведенная машина, и вдруг перед ним появляется человек с книгой. Это был похожий марафон, зима, декабрь. И он стучится в окно, и он говорит, уходи отсюда. В таком состоянии человек. И, похоже, преданный понял, что вот человек, не знающий о своем друге, о Кришне, о Боге, также не зная о ценности человеческой формы жизни, как тоже днях мы обсуждали его милостью читания Чанна Чарамбраву, 11 песня Шамет Бага, в этом переводится стих, что человеческая форма жизни это бесценный дар. Наридейхам аддям судур лабхам су лабхам очень редко встречающаяся форма жизни, с помощью которого можно переплыть океан круговорот рождения и смертей, конечно, не ухватившись за хвост собаки, как сегодня, а ухватившись за стопы верховной личности Бога. Даже этот океан, когда мы предаемся Господу, то этот океан сужается до размера телящего копытца. И даже ребенок может перешагнуть. Любой человек может перешагнуть. И вот он стучался, он не открывал. И тогда этот преданный что сделал? Оставил книгу лицом на лобовое стекло машины. Это, по-моему, было легкое путешествие Лишиши-Панишат. И ушел. Оставил книгу и ушел. А он, значит, сидит без депрессии и смотрит на эту книгу. Там нарисовано было то ли йог сидел и легкое путешествие, то ли Маховишну четырьмя руками, которые за океаном изображение. И он думает, так, надо посмотреть. И он быстро открывает окно, доставит левой рукой, снова закрывает и начинает открывать книгу, книга Шалопрабхупады. И зачитывается. Зачитывается. Вы знаете, так как эта уже история рассказывается, кто-то рассказал, он тут же, естественно, выключил машину, проветрил и стал преданным. Благодаря книгам Шалопрабхупады. Поэтому марафон очень важен распространять книги, потому что Кришна приходит в форме своего литературного воплощения. Как об этом говорится в первой песне Шамадбхагаватам, мудрецы спрашивают, дорогой Сута скажи, где же теперь укрылись дхарма, гьяна, адебисаха, где же укрылись дхарма, религия, истинная религия, и также где укрылись знания после того, как Кришна покинул эту планету. Кришне свадхама упагате свадхама свою обитель Кришне вернулся. И где же укрылись дхарма, гьяна. И Сута Госвами говорит, единственное, не единственное, да, можно сказать даже единственное, дхарма и знания укрылись в Нашта Калау Нашта Дришамеша Калау Нашта означает в Кали-Югу люди ослеплены, люди в темнице, темноте живут и потеряли способность видеть то есть знания. И где же укрылись дхарма и гьяна Шамадбхагаватам Пуранарко Дуноу Дитага Сияет подобно солнце освещая путь утратившим способность видеть людей Кали-Юги путь к совершенству совершенное знание и Шамадбхагаватам является сливками всех вет как об этом сам Шукадевы Госвами сам Вясадева говорит что из всех вет знания сливками совершенным спелым плодом всего древоведического знания является Шамадбхагаватам и все остальные книги которые Шалапурупада принес нам и что интересно Шалапурупада перед тем как отправиться в западный мир в Америку чтобы исполнить сокровенные желания своего духовного учителя Чайтани Махапрабу он начал переводить Шамадбхагаватам суть всех вет поклонения Кришне во всей красе и вот в Шамадбхагаватам говорится что дхарма религия истинная религия знания и также там говорится адипи и прочее все находится в Шамадбхагаватам или книгах Шалапурупада поэтому марафон время давать людям книги Шалапурупада которые неотлично от самого Кришны истинного друга другим это великое служение как Шалапурупаде его миссии и также движение Чайтани Махапрабу Чайтани Махапрабу сам Господь который пришел 500 лет назад и Шалапурупада продолжает его миссию его желание его план и мы распространяя книги являемся частью вот этого удивительного дела еще историю еще историю моя любимая история как Шалапурупада сам распространял книги Шалапурупада приехал в Америку как сегодня тоже было упомянуто в лекции к Агарвалам которых через третьих лиц знал на какое-то время остановился потом Шалапурупад поехал в другое место он жил у Йога Миши вот Йог который был имперсоналистом вот он через какое-то время начал выходить распространять книги сам и он шел по этот как называется эта улица пятая авеню очень известная улица так же как в любом городе есть такие улицы где дорогие магазины люди с дорогими сумками с большими деньгами отовариваются ну все такие как называются другие бутики да и вот Шалапурупад пошел в этот магазин улицу и он шел и увидел витрину огромную витрину и там было написано царство парфюмерии что-то такое царство парфюмерии там витрина и висели эти разные парфюмерии вот с улицы идешь и все видно и там красивое название вот эти бутылочки вот и Шалапурпада про Хадимин подумал вот здорово парфюмерия висит на виду люди смотрят заходят покупают он подумал почему книги там не поставить так же вот на витрине представь себе Шалапурпада печатал эти книги в Калькутте в Дели в Дели печатал в Мумбаи в конце концов напечатали а вот эти в Йорске делали в Дели и он сами можете представить книга как он выглядит красная Багавадгита трех томах первая песня Шамет Багавада и он значит заходит с книгой в одежде Саньяси и тут же встретили продавцы Шалапурпаду странный интересный человек зашел в парфюмерный магазин тут же поздоровались в те времена люди гораздо вежливые и Шалапурпада поздоровав и сказал а я могу увидеться с директором этого удивительного магазина заведения они говорят конечно присядьте пожалуйста они усадили Шалапурпаду и позвали директор директор пришел тоже сел напротив поздоровавшись и Шалапурпада рассказал вкратце в течение где-то нескольких минут что он приехал из Америки из Индии с огромной миссией он рассказал вкратце о читании Магапурпаду что вот эти книги содержатся очень необходимые знания для всего человечества о душе о науке о душе о Боге и этот человек выслушал а потом Шалапурпада а когда он выслушал сказал ага хорошо что я могу для вас сделать и Шалапурпад сказал я вот проходил мимо вашего магазина у вас прекрасный магазин у вас витрина такая вот и я подумал вот поставить эти книги эти важные книги и тогда этот человек начал немножко ну сдержал естественно свой смех может быть и он сказал ну вы знаете вообще мы никакого отношения к книгам не имеем вот книжные магазины есть тут у нас парфюмерия и так далее начал говорить однозначно понятно он не мог сразу же грубо отказать Шалапурпаде но так так как воспитанный человек и он начал объяснять мы никак не можем вежливо отказал Шалапурпаде понял что ну да похоже не совсем книгу здесь похоже не поставишь и не получится и тогда Шалапурпаде попросил а можете воду попить а конечно этот директор мог сказать любому из своих служащих принести воду джентльмену уважаемому человеку и уйти но он почувствовал что вот искренний человек простой человек искренний книги даже наивный парфюмерия книги какая тут связь ну как-то он был тронут и он сам лично пошел потому что как-то сгладит вот этот отказ свой что-то почувствовал в сердце и он взял сам лично самолично пошел налил стакан воду и принес дал Шалапурпаде Шалапурпаде взял стакан и перед ним очень красиво виртуозно выпил воду не касаясь стакана и он был поражен удивительно оказывается так можно как так возможно и Шалапурпаде выпил и он был вообще тронут а потом поставив стакан на стол посмотрев в глаза этому человеку директору парфюмерного этого царства магазина огромного а может быть все-таки поставим книги ну вы знаете ответ он сказал давайте попробуем почему нет почему нет почему нет вдруг пришла идея почему нет какая парфюмер книги ну и что как они помешают друг другу и он поставил поставил и Шалапурпаде передачки переходил к нему и приносил ему самосы сам готовил самосы давал кормил его самосами и спрашивал ну как продаются книги иногда продавались люди один одну две штуки он сам купил каким-то своим другом друзьям купил книги потому что ну как парфюмерии приходят определенной коричневой категории людей в основном может быть женщины которые интересуют ну вот эти парфюмерии с мужьями и книга также не очень привлекательная книга мимо может проходили но он сам продавал сам покупал и этот человек впоследствии говорил преданным иском я один из первых распространителей книг ваших книг это реальная история прошла прабхупада шла прабхупада кейнджа из Лос-Анджелеса приходили постоянные сведения от ученика прабхупады ему в Индию сколько книг распространено скажем там за неделю и там были большие количества большие суммы денег пошли значит на счет BBT там лакхи рупи очень богатой организации прабхупада восхищался решимостью преданных и преданностью преданных как они это делают вообще они писали подробно он просил отчеты и там в этом аэропорту Лос-Анджелесе они буквально приставали к людям проходу никому не давали даже попали в фильмы есть такие отрывки собранные Харе Кришна в этих фильмах они там приставали именно везде они пристают в подземных переходах они пристают на эскалаторах метро они пристают особенно в аэропорту туда вообще не ходить и там эти Кришны кругом сказали полиции не пускайте их сюда полиция подумала хорошо не будем пускать вот они кого не пускать ну лысые там вот такие вот ходят лысые там тилыки ставят с книгами их не пускать приятно узнали что их не пускают одевают парики и опять пристаю значит и полиция сразу полиция обнаруживала потом уже квалификация у них появилась как вы нас вообще находите мы же парики одеваем мы вот уже скрываемся как вы нас замечаете а вы как-то светитесь чуть-чуть и иногда когда люди были агрессивны уже не выдерживали их натиска распространения книг они на них нападали и тогда они бросались париками в них и от этого шока люди становились что перед ними был с прической стал лысый кто-то и каждый день почти каждый день с кем-то схватывались чуть ли не дрались почти каждый день и Прохладанна с вами вспоминает что я ходил туда каждый день книги распространять будучи бармачария и каждый день мы там почти дрались с людьми и я стал уже перед зеркалом стоки карате отрабатывать в эти книги распространять ну думаю почему у нас с людьми так сложно постоянно эксцессия агрессия какая-то недовольна мы тоже но книги при этом распространялись много вот и я подумал в чем же секрет как же это вот мы не можем в мире это делать а потом я подумал зачем я обороняюсь почему эти стоки карате вообще умереть на санкирте не значит освободиться вообще успокойся иди спокойно я успокоился стал улыбаться люди тоже стали улыбаться успокоились стали покупать книги все изменилось это было моим настроением они отражали просто моё настроение и мы стали просто дружески общаться все было хорошо замечательно сейчас в Америке очень любят Харе Кришну идет Харинама они все потанцовывают подхлопывают в общем по-доброму относятся к преданным может быть не присоединяются так как раньше массово но хорошо относятся к киртанам любят киртаны просад всегда берут отказываются американцы в Сиднее в Австралии куда Прабхата пережил несколько раз там было сложно приехать из-за визового режима строгого но он переезжал туда в Сиднее сейчас это столица значит Австралия и так и там где-то 40 если не больше ресторанов Харе Кришна весь город в ресторанах Харе Кришна вот преданным прекрасно относятся потому что просад покорил всех все знают что такое священная пища все приходят туда то есть преданных очень любят вот в Алмате тоже очень любят преданных на улицу особенно милиция как только преданные выходят на улицу они тоже выходят на улицу тоже участвуют в марафоне поэтому вот в принципе они все очень хорошие эти люди вот эти полицейские как бы они такие добряки по своей сути мы часто в милицию попадали всегда ну постоянно они хорошие люди все они нас потом узнавали идем мы значит по Невскому проспекту за пазухой книги вот и смотрим чтобы не было милиции значит как только милиции нет не там есть мы сразу книгу достаем и кому-то значит подходим так мы делали а тут я прохожу милицию два милиционера стоят и преданный также стоит там с книгой я вижу его и милиционер тоже увидел его а я рядом и один милиционер говорит другому слушай опять он достал эту свою книгу что будем делать да ну и говорит пойдем в другую сторону уже сто раз уже брали что с ним приставать вообще мы проводили харинаму прямо у Казанского собора это был музей религия атеизма тогда еще вот собирали людей вечером и часов до 10-11 проповедовали там тоже книги у нас были и потом воронок такой подъезжает милицейский туда капитан выходит и говорит Кришна на меня давай договоримся что ты больше этого делать никогда не будешь здесь я говорю ну не могу обещать как получится я же не специально вот сейчас просто мы с людьми общаемся а им книги интересные ну что я могу поделать ну им интерес просто такой я не специально это делаю ну в общем я тебя предупредил все давай договоримся и уехал на следующий день опять харинама нет через какое-то вот его дежурство опять это было опять харинама опять проповедь опять воронок Кришна я тебя предупреждал опять такой бойкий офицер выходит и меня в этот воронок за решетку туда вот сзади такая дверь есть такая железная там решетка и туда раз мне закрыли значит я сижу а толпа она осталась вот такой машиной и толпа значит возмущается а ты кто такой вообще на милиционера и так напирает а ну выпусти его выпусти сейчас машину перевернем и стали раскачивать воронок этот этот перепугался водитель выскочил вот а я сижу смеюсь там смеюсь я хочу так весело было а люди воронок раскачивают говорят выпускай фуражку на лоб значит на лицо и так с ним и так открыли меня выпустили это те старые игры были мы выходили на Харинаму и пока мы переодевались прям на улице переодевались поэтому время было и как-то милиция узнавала у нас было немного времени поэтому на Киртон но полчаса максимум все там уже кто-то приезжал уже созванивались уже что-то там было а тут мы решили выйти сразу в Тхоти первый раз мы сделали такой шаг сразу в Тхоти как мы это сделаем мы переодеваемся на окраине города садимся в метро там милиции нет вагон и в центре выходим сразу в Тхоти уже с Харинамой то есть берем их такая стратегия да захватом таким ну непонятно как они узнали об этом мы сели в метро представьте на окраине города вышли в центре в подземном переходе и прямо к подземному переходу фургон подкатили вот так вот к выходу к нам чтобы мы сразу фургон то есть не на улице а фургон всю Харинаму и в милицию отвезти вот а там подземный переход с четырьмя выходами один два три четыре тут получается и мы видим тут фургон разворачиваемся и идем через дорогу на другой переход они туда перегонят фургон мы значит разворачиваемся в эту сторону и так мы гоняли их вот и вот они там руководят кричат же туда-сюда и народ собрался народ там тьма народу собралась все полезли в подземный переход смотреть что там происходит вообще и там такая была Харинама и главное что милиция не могла даже туда войти так тесно было и мы там два часа они ничего не могли сделать это пробка была такая пробка мы два часа до всех них распространяли потом сели в метро уехали такие были игры но это были те времена сейчас мы так не делаем сейчас так нельзя делать конечно тогда все можно было делать это было ну как было перестройка там беспредел мы тоже так же действовали в ногу со временем сейчас наша культура законы там независимые государства все то есть мы уже подчеркиваем что вот мы законопослушные конечно все нормально но книги распространяем все равно с этим как-то смиряются в Алмате мы видим все это время в столичных городах обычно как-то к этому относятся лучше на окраинах там сложнее это делать там точно могут посадить на 15 суток сразу вот но как можно знакомым друзьям на улицу не нужно всем выходить без опыта ни в коем случае не выходите на улицу нет опыта такого опытные преданные они могут на улице не возбуждать ничьи умы то есть они могут это делать безупречным образом если вы только начинаете обычно это знакомым друзьям вот как-то так выкупаете дарите кому-то можно так участвовать в марафоне таким путем ну запланируйте стратегию Кришна уже там сам развернет что-то каждому будет что рассказать так что скажешь тоже историю расскажешь какую-нибудь у тебя нет ни одной истории хоть придумай тогда какую-то историю после ваших историй мои даже придуманные будут не столь интересны это что я не знаю как это не знаю это это Продолжение следует...